Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев. Моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Напоминаю, что ссылка на мой канал будет в описании. По четвергам я делаю продолжение своей аналитики. Переходите в четверг, смотрите. А мы начинаем. Итак, посмотрим, что у нас по экономическому календарю на завтра. Сразу видно, что по британскому фунту в 12 часов очень много новостей. Даже несмотря на то, что у нас мало, да вообще нет практически приоритетных новостей. Но сам факт того, что у нас очень много новостей в одно время, дает нам основания полагать, что волатильность будет повышенная. Идем дальше. Также по канадскому доллару мы видим большое количество новостей в одно время. И по доллару США одновременно в это же время. В 18.30. Ну, есть новость приоритетной розничной продажи. Хотя я не сказал бы, что это особо приоритетное. В четверг... Ну, в четверг я уже посмотрю на своем канале аналитику. А в четверг в 00.00 часов публикация протокола заседания ФОМС. Обычно, конечно, все спят в это время. Но если у кого часовой пояс позволяет поторговать, советую присмотреться. В это время бывает очень сильная повышенная волатильность. Что для скальпинга очень хорошо. Теперь переходим к терминалу. Давайте посмотрим биткоин. Биткоин продолжает нас удивлять повышенным ростом, высокой активностью. Уже 47 тысяч долларов. Давайте посмотрим, есть ли какие-то здесь технические моменты, на которые можно обратить внимание для того, чтобы заработать. Некоторые уровни уже отработаны были. Но здесь вот видно, что на покупку биткоин, конечно, очень опасно заходить от таких уровней зеркальных. Потому что бывают очень сильные ложные пробои. Но, тем не менее, он себя отработал. Так, что мы можем наметить? Давайте наметим. У нас есть здесь уровень поддержки хороший. Перейдем на М15. Здесь уровень сопротивления. Смотрите, как хорошо он ходит. Он уже похож на обычную валюту. То есть, его динамика похожа на обычный тот же евро-доллар. Ну, если не евро-доллар, то фунт. По крайней мере, доллар точно. Очень хорошая волатильность. И хорошо рисует фигуры консолидации, импульсов. Так, можем здесь еще наметить уровень поддержки. Вот такой горизонтальный. В принципе, если цена будет идти вниз, вот, к этому месту как раз, то это будет хорошее подспорье, что пересекаются две линии. И горизонтальная, и наклонная. Вот так же рассматриваем эту зону для продаж. Пока что достаточно. А, нет, еще вот у нас, кстати, нарисовалось. Вот я вижу. Вот здесь зона, да, получается. Которая уже подтвердилась вот здесь. Уже подтвердилась вот здесь. То есть, скажем так, долгосрочная зона зеркальная, которая в будущем тоже будет представлять сопротивление для цены. Ладно, идем дальше. Евро-доллар. По евро-доллару у нас наметилась коррекция. Хотя сейчас он очень бодро выходит из коррекции вверх. Вполне возможно продолжение дальнейшее наверх. Но, что бы то ни было, посмотрим, что у нас сейчас имеется на текущий день. Значит, на сегодня уровни поддержки тут практически не видно. Разве что только отсюда. Да, почему вот не отсюда, например. Ну, во-первых, здесь был бы уровень слишком сильной наклонности. То есть, сильный градус был бы. Во-вторых, этот уровень, этот минимум ближе к этому. Поэтому он приоритетнее. Посмотрим M15. На M15 можно разглядеть горизонтальную зону. Горизонтальный уровень. Который уже подтвердился и, возможно, еще раз подтвердится. Сейчас рассматриваем здесь покупки от этого уровня продажи и от этого уровня тоже покупки. Идем дальше. Фунт-доллар. H4. Фунт летит вверх и пока не видит никаких границ для себя. Поэтому зоны сопротивления, скажем так, маловероятны. Скорее всего, будем рассматривать уровни поддержки какие-либо. Вот тут, скажем, разве что только если вот так вот. Если он соберется в коррекцию, то будем рассматривать зону для покупки. Здесь у нас также была зона сопротивления. Которое мы можем иметь в виду, если цена фунта будет снижаться для покупок. Но уровней сопротивления пока нет для фунта. Посмотрим еврофунт. Еврофунт у нас находится в нисходящем тренде, достаточно активном. Единственная опора у него это вот этот уровень поддержки. Ну это, скажем так, долгосрочный. Что из того, что ближайшие вот дни, то если он вернется обратно наверх, то можно рассмотреть эту зону сопротивления. И уровень линии поддержки, вот эта вот, которая пересекла сейчас уже. Цена ее пересекла. Также для продажи, если цена вернется. Пожалуй, пока все. Больше тут что-то такого серьезного я не вижу. Смотрим евро-иену. По евро-иене тоже имеем пробои консолидации. Цена ушла вверх. Будем возвращаться. Надо приглядеться к этой зоне. Очень высокая вероятность будет для покупок отбоя от этой линии. Пожалуй, все. И доллар-канадец. Наш 4 у нас имеется. Такой мощный уровень для продаж. Далее для покупок, наверное, только если вот этот вот. Хотя нет, тоже для продаж. Да, это у нас будет зеркальным уровнем. Можем этот уровень рассматривать как зеркальный. Пожалуй, все. Дальше по ситуации смотрим. На сегодня все. Хорошей торговой недели. Всем желаю профитов. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»